Американские горки с Дмитрием Дровницким. А также его полномочия по ведению международных дел. На самом деле, будем говорить серьезно, все-таки здесь надо сделать некие примечания. Потому что, конечно, Конгресс и его разделение полномочий между Конгрессом и Президентом, несмотря на то, что в Конституции есть некое определенное положение, все равно это постоянное поле для игры. Вот даже в Соединенных Штатах есть такой термин «имперское президентство». Это имперское президентство, это когда Конгресс не мешает вести президенту внешнюю политику. Вот, это такое есть вещи. Поэтому Конгресс все равно в это дело во все вмешивается. И вот эта вот игра между, там две игры как бы, игра между Штатами и Федеральным Центром. Это, кстати, игра, которая сейчас получила новое измерение в связи с тем, что Штаты стали не подчиняться некоторым федеральным решениям. Вот, а вторая игра, это игра вот между Конгрессом и Белым Домом, между президентом по поводу того, какие полномочия, собственно говоря, есть. Я напомню, что при Обаме, там, что называется, имперскость президентства достигла максимального просто объема. Потому что даже во внутренней политике, там, где не смог, как же Конгресс что-то не пропускал, Обама, значит, вводил подзаконные акты. Любопытным образом, пока, значит, люди соображали, что с этим делать, в общем-то, все уже дело было сделано. В этом смысле Обама широко ушел, конечно, за пределы всего этого дела. Но все-таки администрация у Обамы была поэффективнее все-таки, чем у Байдена. И в этом смысле полегче было это сделать. Ну, в частности, Энтони Блинкина там был никто и звать никак. А сейчас, извините, мой любимый Блинкин. Да. Ну, так вот. Так что, в общем, конечно, это вот еще и борьба, любая борьба внешняя, да, вот внешнеполитический любой вопрос становится внутренним вопросом. Кстати, украинский вопрос точно так же стал внутриполитическим вопросом, особенно в предвыборный год. Ну, вот и израильский то же самое. Вот он как бы грозит, в том числе, и расколом демпартии, там, и так далее. Ну, и одна из таких новостей, самых, что называется, горячих, которые только присутствуют вообще на американском этом, это вот, поскольку очередной свидетель выступает на суде в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, значит, по делу Трампа, вот, так вот, тут же все передовицы, все посвящены этому, все посвящены этому. Значит, как известно, первый звездный свидетель была сама порноактриса Сторми Дэниелс. Вот, второй звездный свидетель, это, собственно говоря, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, вот, который он такой вот называет lawyer and fixer, значит, он не только адвокат, он еще и решал, вот это такой американский термин fixer. Вот он должен, значит, решать вопросы для Трампа. Он выступил сначала, его опросила сторона обвинения, и, в общем, Коэн говорил то, что он, собственно, говорил всегда, что вот он все знает про Трампа, Трамп ужасный человек. Он, несомненно, конечно, нарушил закон, когда, значит, вот это все делал. Я-то признал свою вину, мне очень стыдно, что я в этом участвовал. Вот, а Трамп обо всем знал, он знал все детали этой сделки, вот так вот, то есть Трамп, и причем его прокурор настаивал на обоих, так сказать, группах обвинения против Трампа. Первое, что это было неправильно бухгалтерски учтено, и поэтому, в этом смысле, это финансовое нарушение. Второе, что, и, кстати говоря, вот обычно, и в штате Нью-Йорк, и на федеральном уровне, обычно это всегда мисс деминирование, то есть это правонарушение, ну, у нас, нашим языком говоря, административка, ну, то есть там штраф надо заплатить. Здесь это пытаются вот как бы сделать, хотя есть такая уголовная статья, но тем не менее. Но вторая группа обвинений связана с тем, что это было вмешательством в выбор. Ну, то есть, обвинение пытается доказать, на мой взгляд, недоказуемое, или то, что никогда вообще таким образом не ставилось. Ну, то есть, что пытается доказать обвинение? Что он заплатил, ну, первое, что он неправильно учёл, это отдельный разговор, об этом, по-моему, вообще там, так сказать, сейчас в суде не говорят. Ну, вот второе обвинение гораздо более серьёзное. Воздействовал на умы? Да. На умы это страшно. Вести ФМ. И продолжаем эфир, Дмитрий Дробницкий здесь в студии, но правда, получается, что он же пытался себя тем самым как бы обелить, не довести до сведений избирателей свою аморальную сущность и воздействовал на выборы. Да, но только, да, это всё понятно. Да, очень правильно. Но тогда любая информация. Да, вот именно. Любая информация. Вот именно. Сейчас надо просто федеральным агентам, нужно зайти в Конгресс, в Белый дом, арестовать всех ровно по тому же самому обвинению. И признать, что все предыдущие выборы во всех странах мира были нелегитимны. По причине того, что политики скрывают. Да, потому что один скрыл, а другой про него что-нибудь сказал. Да, да. Вот, 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 вот это есть. То есть, на самом деле, этот суд, я не знаю о чём, я не могу залезть в голову присяжным штата Нью-Йорк, вот, но суд всё более и более выглядит как вообще, ну, я не знаю, какая-то фантасмагория уже. То есть, на самом деле, легальная сделка по оплате, значит, денег в рамках соглашения-неразглашения, ну, вот это вот, хашмани называется, заткнись с деньгами, деньги на заткнись, что называется. То есть, говоря, деньги за молчание. Это, вообще-то говоря, легальная по закону Соединённых Штатов сделка. Причём, по любому, так сказать, направлению она была осуществлена, деньги были взяты, но, так сказать, она была прежде всего нарушена той стороной, которая была свидетелем, то есть, это вот самая порная звезда. Но вторая, как бы, часть, ну, да, он пытался скрыть, какая разница от кого, от жены или, так сказать, условно говоря, от бизнес-партнёров или от избирателей, но тянуть, что это, словно говоря, воздействие на выборы, ну, это тогда нечто. Ну, Байден просто должен давно уже гнить в тюрьме, все остальные политики тоже, как мы уже говорили, и так далее, ну, если мы там ограничиваемся Соединёнными Штатами. Вот, перекрёстный допрос, первый день закончился, адвокаты Трампа стараются выставить, конечно, Майкла Коэна, много чего там на него накопали, что он просто врет и мстит Трампу. Причём там они разыскали его там СМС-ки, которые он там рассылал по тому, как он обижен на Трампа, что я этого человека посажу, ну, и так далее. То есть, на самом деле, самого Коэна пытаются выставить, естественно, это всегда подорвать доверие к свидетелю. Вот, сегодня допрос продолжается, вот он должен, соответственно, закончиться. Сложно ещё рассказать, что там в головах у присяжных, но выглядит это всё, всё это очень странно. Это просто, так сказать, какой-то театр абсурд в некотором смысле. Но, с другой стороны, это всё больше и больше превращается в политический процесс, потому что потянулись к зданию суда и в помещение суда, значит, сторонники Трампа. Вот, они сидят там, слушают, значит, там побывал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, известный. Вот, побывали там, был губернатор Северной Дакоты, были другие, значит, соответственно, конгрессмены и сенаторы. Например, спикер палаты представителей Майк Джонсон тоже посидел какое-то время в суде, потом вышел за забор суда, вот, выступил перед журналистами, рассказывая о том, что это, в общем, всё это неправильный суд, это всё политическое преследование. Это, в общем, ему стыдно, что это происходит в Америке и так далее. Издание «Политику» даже написало, что, скорее, это очень сильно похоже на осмотр вице-президентов, значит, будущего, значит, администрации Трампа, потому что, потому что уж очень все, так сказать, активно друг другом соревнуются. В защите, значит, экс-президента и, возможно, будущего президента. Так что вот это всё дело там продолжается. И тут очень важная, на мой взгляд, так сказать, такая связанная с этим другой вопрос. Это война уже всё более и более обостряющаяся двух, по крайней мере, двух группировок в демократической партии, в либеральной элите по поводу того, что делать дальше. Это выражается в двух вещах. Ну, первое, это явно, так сказать, там, понятно, подковёрная всякая там игра, связанная с тем, надо менять Байдена какого-нибудь другого или нет, а если менять, то как? Подожди, как менять? Вот опять, СНН подтвердил, что приведёт дебаты Байдена с Трампом 27 июня. Ну, это что они готовы. Я вот думаю, что никаких дебатов между Трампом и Байденом не будет вообще. Это вот будет. А кто откажется-то из них? Нет, дело не в том, что кто-то скажет, что с ним по отношению к нему нечестно поступили. Последний момент. Ну, не в последний момент, я думаю, что за пару недель до назначенной даты начнутся взаимные обвинения. Вот Республиканский национальный комитет, Демократический национальный комитет говорит, мы в таком составе не согласны. Эти люди, так сказать, понятно, там не с нами. Вот, у Байдена будет какая-нибудь очень важная поездка, он потребует это перенести, ну и так далее. Вот что-нибудь в этом роде будет. Ну, ясное дело, что если дебаты там 20-го года, они тоже были достаточно как бы странной характерной. Дебаты, иногда дебаты что-то решают. В большинстве случаев дебаты, конечно, решают мало чего. В данном случае они не решают совсем ничего. Кому чего там показывать? Вот это вот любопытная вещь. И, конечно, если, ну вот реально, вот что конкретно они хотят там прояснить в этой ситуации? Ну, может быть, ритуал должен быть сполюден? Ну, ритуалы они тоже уже посылают к чертовой бабушке. Вот я могу сказать. Потому что понятно, что такое демократия. Демократия это, так сказать, условно говоря, процедуры. Вот это и ритуалы. Вот по сути дела демократия это вот что. Вот надо соблюдать вот это все. Но ритуалы тоже, ну смотрите, как бы была республиканская гонка, дебатов не было. Демократической гонки тоже дебатов не было. Более того, дебатов не было прежде всего потому, что демократическая партия выперла Роберта Кеннеди. фактически вытолкнула его в независимые кандидаты из демократического поля и заявила, что еще до того, как это решение было что на самом деле никаких дебатов не будет мы сосредоточены на переизбрании Байдена какие дебаты, ребята и вообще это опасно понимаете и вот две группировки одна группировка, я уже говорил, что она говорит о том, что надо всю систему менять и что надо менять не просто кандидата а надо конкретно говорить, что у нас новая программа очень много сделано неправильно, мы каемся но надо спасать республику и в этом случае надо, да, может быть там даже сажать Трампа или давать ему какой-то условный срок, менять его арест там где-нибудь во Флориде но при этом убирать и Байдена тоже и очень многих людей из администрации убирать, может быть с позором и при этом говорить, что да, слушайте вот все, вот было неправильно, мы не туда шли нас там ввели в заблуждение вот, и вот, ну надо спасать республику и что происходит и тогда очень многое, кстати говоря, списывается то есть как бы этот план, он такой более-менее фундированный в том смысле, что очень многое можно списать ну проиграли на Украине, ну понятно, почему вот там девочка, это была девочка она уже уволена, знаете, как у нас тут говорили ну вот то же самое, вот Блинкин сыграл на гитаре все, вот сейчас пусть играют на гитаре где-нибудь в другом месте вот, а мы истинные спасители республики вот мы, да, мы сейчас возьмемся за работу, мы засучим рукава вот, вторая, ну и понятно, что фактически вся вот, вот понятно вот эта вот политическая, вот вершина политических назначенцев в администрации она, конечно, здесь очень серьезно страдает потому что если их снимают с таким позором то это, в общем, на всю жизнь в некотором смысле и книжки даже будут дешевле, что называется, продаваться права на книгу а это серьезно, понимаете, как бы уйти в нормальном состоянии можно написать книгу, как Обама написал книгу это же вообще книга ни о чем это просто читать невозможно ну, она раскупалась, потому что он в отсвете славы ушел вот и вторая группа говорит не-не-не, проскочим нормально все сейчас Трампушка присядет вот, пусть даже он оттуда что-то делает ну, сейчас это все нормально мы деда протащим ну, а то, что дед не доживет до конца второго срока так ничего страшного у нас Камала Харрис есть мы вон уже запретили ей смеяться она, правда, материться начала при этом как там было в одном, значит, она рассказывала о том как важно, значит, пробивать барьеры ну, это любимая ее тена вот ну, и после этого она сказала, что, значит, вот что надо сделать с дверью вот какую-то вышибать вот она все это сказала, значит, с матерком ну, а что, я понимаю если не разрешаю смеяться остается одно материться мы вот с вами хохочем периодически но, смотрите и тут к этому делу подвергся совершенно удивительная вещь это чисто, как бы, американская такая вещь я еще заметил ее в 16-м году начинается война рейтингов причем уже вполне себе либеральных группировок потому что одно одни там издания пишут о том что, смотрите, Байден не просто догоняет значит, Трампа Трампа начинает он опережать то есть практически то, что Джилл Байден тогда говорила под совершенно значит, обалдевшие такие выражения лиц были у значит у телевизионщиков которые брали, значит, у нее интервью вот когда он сказал не-не-не, вы что, где он отстает ну, что нет, он опережает, наоборот вот и такие рейтинги все это появились что якобы он, значит, догоняет вот ну, учитывая, что у нас же много людей там вот читает там просто и берет за чистую монету вот, значит, смотрите как вот ну, а там Нью-Йорк Таймс, например а это такая такая прообамовская такая газета сейчас и они просто-напросто провели опрос и показали что единственный штат где у Байдена есть шансы вот там значит, из тех штатов которые являются колеблющими или ключевыми там, да как еще battleground называют то есть штаты сражений где у Байдена есть возможность победить ну там на выборах да, это Мичиган в Пенсильвании сто процентов побеждает значит Трамп в Джорджии в одну калитку в Аризоне Трамп побеждает в Неваде Трамп побеждает кстати, очень давно это у него в Висконсине Трамп побеждает вот и вообще если посмотреть на расклад по штатам это первый вот такой заход на опросы именно внутри штатов пока правда опрошены только штаты вот колеблющиеся и близкие к ним да они в общем начертили электоральную карту в соответствии с этим значит опросом и получилось что Трамп получает 312 Байден 226 выборщиков то есть ровно то же самое что было в 2016 году в 2016 году то есть вот вот такая вот как бы песня и это на самом деле очень-очень любопытная вещь а потому что появляются из одной и той же фактически политической силы появляются два разных как бы тренда нет мы сейчас будем вот валить мы будем говорить о том что надо идти к Обаме пусть он нам назначится какого-нибудь нового президента и ты будем сносить всех этих людей которые на самом деле все провалили он говорит нет слушайте мы даже с Камалой Харрис у нас все хорошо и даже Джозефа Рубинета Байдена младшего заставили тут сказать что Камала Харрис умнее чем он и опять ее вытаскивают на все мероприятия а ей смеяться нельзя над этим а ну к ней нельзя это драма Виталий Драмницкий вернется к нам через неделю спасибо спасибо всем Американские горки с Дмитрием Драмницким Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok